Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейли. 54-й псалом. Начнем с археологии. Это псалом очень интересный. Написано, пришли зефеи и так далее. Это один из тех редких псалмов, которые подтверждены антикварными находками и всем остальным. Сегодня название Зиф носит деревню. Это расположено в 7 километрах южнее Хеврона. Рядом есть холм такой, холм Зиф. И здесь, по данной археологии, находился город, жители которого упоминаются в 54-й главе Тейли. Кстати, просто уже так в Талмуде упоминается Двашха-Цефин, то есть густой, очень густой зифский мед. О чем говорит 54-й псалом? Первое, что Давид в любой беде надеялся на помощь Бога. Это выражено в этом псалме и это его суть. Написано, что я прямо процитирую, как в древних книг написано, это молитва Всевышнему, чтобы спасти могуществом своих всех уповающих на него. И пусть эту чудодейственную молитву каждый говорит во время для этого предназначена. Вот теперь будем идти дальше. Написано, что это уникальный псалом от уныния и отчаяния. Когда у человека кончается внутренней силой, какое-то терпение, читай 54-й псалом. Вообще борьба Давида с врагами отражена все время в разных псалмах, но здесь речь очень часто идет и о внутренней борьбе, о том, как человек борется со своим злым началом. Давид очень много работал над собой, поэтому написано, если хочешь помощи от врага, читай этот псалом. И даже вот написано, нельзя мстить, заниматься мщением. Ты читай псалом, а Бог все сделает за тебя. Что еще написано в древних книгах, когда человек хочет спрятаться от врагов или вообще укрыться, и чтобы 15 раз надо читать этот псалом, и происходят чудесные вещи. Ну вот все, что есть по 54-м псалму. Брахава и Аслаха.